привет ребята с наступившим новым годом я желаю вам еще раз счастья здоровья любви удачи всего самого 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 лучшего всего самого самого нужного именно вам пусть этот новый год говоришь это какой-то волшебный новый год какой-то кармический земля вступает в какой-то новый очередной виток который продлится очень долго времени и будет какие-то чудеса должны происходить в этом году так вот я желаю нам всем чтобы эти чудеса произошли и пусть с каждым из нас в этом году случится произойдет нас настигнет нам нагрянет то самое что каждый из нас хочет для себя для того чтобы чувствовать себя счастливым радостным полноценным для того чтобы просыпаться с улыбкой и любить эту жизнь и радоваться этой жизни а я вам хочу рассказать первым видео этого нового года в чем все таки я праздновала новый год да я праздновала новый год в сирене это как-то очень по-декадентских сказала одна из моих зрительниц совершенно согласно зинаида гиппиус на тефи мариванна и анна забыла отчество ахматовой они бы наверное с удовольствием мы праздновали новый год в сирене эту историю с высадкой сирени с выгонкой сирени придумала у нас в стране императрица жена николая второго прям вот вылетают имена на ходу мне кажется это после к виду у меня такое стало и просто вот какие-то совершенно простые моменты насколько помню ее звали александра отчество прям вот вообще не вспомнил ну вы конечно же меня поправите вы конечно же напишите мне все в комментариях и а уже я держу в руках свой маленький флакончик а дроп а то семьяки я не стала использовать потому что мне показалось он слишком громким слишком ярким слишком активным а для того чтобы находиться в небольшой комнате среди людей и я взяла ампасан от фредерика маля и вот наконец-то это как раз отличное ему применение он никому не мешал никто не сказал мне что от меня пахнет сирени вообще никто мне ничего не сказал вот так вот а для нас парфюм маньяков это очень важно чтобы хоть кто-нибудь сказал как от тебя приятно пахнет ну хотя бы вот кто-нибудь бы сказал нет но я от себя этот аромат чувствовала это запах дождя и сирени даже знаете здесь сирень такая фантазийная что ее скорее придумываешь додумываешь а если вдруг от от эсэм яки сирень прям активной прямо она сразу угадывается сразу чувствуется сразу значит у вас пахнет сиренью все окружающие это понимают один раз только я встречала девушку в ресторане в такой активной сирене скорее всего это был дроп то здесь просто это такой легкий а-ля цветочный аромат а-ля сиреневый аромат и мне понравилось в нем и я продолжаю им пользоваться и думаю что это будет один из ароматов моего января меня очень-очень тянет на цветы я всю осень активно пользовалась цветочными ароматами мне совершенно не хотелось ни гурманики не я не знаю там таких вот классических осенних ароматов меня тянуло на цветы я с огромным удовольствием сейчас пользуюсь гуччи блумни тардо фиори мне кажется я совершенно недавно о нем говорила а может быть осенью мне кажется что это недавно на самом деле прошло уже много времени потрясающий цветочный жасминовый аромат здесь очень много нот здесь и жасмин и тубероза и какие-то еще цветы похожие по аромату на жасминовый очень хорош летом я не могла носить его он душил меня мне было в нем тяжело я только сделал несколько фотографий с кустом чебушника а сейчас вот самое то его время зима получается получается этот жасмин и тубероза зимние очень красивый аромат мне нравится звучит на мне сейчас аромат про который я забыла сказать в своих новинках с которым я пользуюсь с огромным удовольствием обратите внимание вот это новый аромат от arabian wind называется и hidden ветивер боже ребята мне кажется вот это идеальный ветивер и ветивер смешанный с пачули здесь нет никаких кошмарящих сторон этих компонентов это идеальный выхолощенный аромат из глянцевого журнала аромат ветивера и пачули древесный травный легкие летящие вот на это аромат кстати говоря я получила комплимент от мамы она не очень любит всякие такие странные ароматы и получив от нее комплимент я поняла что в нем можно совершенно спокойно выходить в люди всем будет приятно всем будет нравится красивый аромат стартует очень красиво легкими цитрусами такого лимонного плана не сладкий красиво а аромат сладкий пожалуй один единственный сладко ну нет ни один ну но мне кажется что самый сладко гурманский аромат который будет кстати говоря следующей моей покупкой я очень его хочу это эдоль парфюм нектар я попробовала его первый раз летом и он мне понравился но я его использовала и захотела еще раз обновить свои впечатления он мне понравился больше чем эдоль аура и больше чем классический эдоль а вот вот нектар там попкорн роза что-то еще кстати говоря как он вкусно пахнет это настоящий вот люксовый аромат вкусно пахнущий вот именно вкусно пахнущий женственный женственный люкс я прям вот какой красивый аромат киска моя ушла поэтому я щас наверное орошусь им чтобы просто полностью насладиться не буду жалеть этот пробник потому что я уже высматриваю выглядываю где на него будет хорошая цена у меня кстати говоря есть бонусные баллы 4000 бонусных баллов на сайте рандеву там же где я приобретала этот пробник и возможно я тридцаточку таки там и возьму я и планировала его купить себе в подарок на новый год но мои планы сбились тем что я вдруг ни с того ни с сего захотела черное платье и я взяла себе две тридцаточки вот обратите внимание парфюмерная вода идет идет более активно у меня чем туалетка я очень рада что я не стала выбирать между этими двумя платьями потому что на мой вкус они не взаимозаменяемые они совершенно разные не разные по аромату они о потрясающие потрясающие запахи несмотря на то что им уже больше 12 лет кажется они не устаревают они не пахнут ретро это вишнево розные ароматы этот с лакрицей с ванилью больше этот более легкий более летящий больше такой компотик я здесь очень хорошо в туалетной воде очень хорошо чувствую яблоко свежесть его нехимозность герлен не делает химозных ароматов да а если в каких-то других ароматах яблоко звучит химозно то в герлен оно звучать химозно не может герлен делает прекрасные ароматы два коктейльных платья выбирайте на свой вкус я хочу иметь оба и очень рада что у меня они оба есть а я выбирая между идоль аурой и идоль нектар выбираю для себя идоль нектар о идоль аура я расскажу вам в следующий раз о боже как это приятно мне вдыхать себя такой понятный такой понятно приятный очень женственный красивый аромат сладковатый немножечко мармеладные розочки я не чувствую здесь попкорна как такового но что-то такое вкусненькое в этом аромате есть розочка которой я пользовалась как вот эта крышка она такая красивая но на камере прям сразу вот а каждый отпечаток пальца на этом золоте как это красиво я обожаю золото и все золотое обожаю очень красивая медитация это лара на мацони кинки дайс личи смородина зеленый чай матча а прям то хочется сейчас и им еще на себя нанести его сейчас тоже вот он тоже такой летящий он более тонкий он более звонкий здесь нет сладости здесь есть такая сладость личи а личи пахнет нечто среднее между тропическим фруктом и запахом розы это очень такой интересный аромат я не очень люблю личи но для меня это аромат больше похоже знаете на компот из красной смородины вот такого цвета которого этот флакон так с таким же цветом ассоциируется этот запах этот аромат очень легкий очень нежный летящий звонки очень стойкий кстати говоря шлейфовый как ни странно оказалось он тоже по люксовому женственный и очень простой я наверное очень много раз говорю слово очень но вы уж меня простите я думала что это летний аромат я думаю что это летние утренние поливашка а получается что мне очень получается что мне нравится пользоваться им зимой у нас жарко дома батареи просто пылают и у нас тут практически тропики несмотря что за окном сегодня минус 26 настоящие такие вот юльские рождественские морозы стоят крещенские крещение еще далеко но тем не менее где все новогодние катарсисы и ломки происходит а вот сейчас у меня в этом году прям вот кстати говоря сегодня утром я встала и почувствовала как я вышла вот из какой-то такой из темной глубинной ямы и сегодня первый день когда я чувствую себя в хорошем светлом настроении надеюсь что дальше уже так и будет продолжаться что-то тут трансформация какая-то такая на вот эти новогодние праздники на тут зимнюю пару но как бы прошло я уже повернулась таки к солнцу так еще о чем я вам еще не успела рассказать еще я вам не успела рассказать о том что я хочу закончить белый цветочный аромат estee lauder pleasure у меня осталось совершенно чуть-чуть это кажется 15 миллилитров был флакончик такой маленький мне кажется его нужно закончить потому что я боюсь что он испортится говорят что estee lauder не очень хорошо хранится вот именно pleasure а этому флакону уже наверное лет шесть это аромат якори моей юности кстати говоря вчера так неожиданно нашла свою фотографию 95 года глядя на нее я вижу там такую юную девушку настолько красиво я никогда не думала что я была такая красивая в юности она такая хрупкая такая нежная слегка грустная но это но это поза это романтичная такая фотографировала меня подружка и я вспомнила как я пользовалась вот именно pleasure у меня был этот аромат потом я очень долго его хотел приобрести нигде не могла найти и вот потом пила и вот он подходит концу я думаю что нужно сейчас завершить этот цикл этой трогательный романтичный меланхолии красивый аромат да это аромат букет всевозможных цветов пастельных тонов и оттенков разной зелени такой нежный и здесь есть аромат воды опять-таки мне хочется нанести его себе на руку о боге сейчас я буду пахнуть всем чем угодно вот мне кажется верхние ноты немножко подбиваются но хотя возможно просто немножко аромат застоялся в трубочке и его такая сайте остренькая зелень я вот чувствую и сирень кстати говоря стала чувствовать белые розы белые гиацинты белая сирень а какие-то возможно розовые цветочки фрейзи фрейзи бывает розовый но возможно она белая он такой легкий он такой свежий вот этот этот глоток свежести который мне нужен сейчас мне почему-то очень душно я не знаю почему и наверное поэтому я сейчас очень активно использую все ароматы похожие на флер наркотик это у меня леван от орман джейн я сейчас после этого видео буду снимать видео про орман джейн про те ароматы которые у меня есть про те которые мне понравились и не понравились леван это аромат на тему флер наркотик мне кажется он вообще практически ничем не отличается наверное надо снять вам видео да на ароматы из этой вот когорты флер наркотичных ароматов он очень красивый он свежий боже мне хочется еще его сейчас на себя нанести но я наверное остановлюсь потому что мне еще снимать еще одно видео там там может начаться и сейчас я нужно сделать небольшой перерыв но но он так пахнет потрясающе он пахнет какими-то белыми цветами он пахнет мне кажется даже немножко ментолом чем-то освежающим он пахнет водой в бассейне он пахнет таиландом для меня вот это огромное дерево индийского к викидалиса к викидилиса которая стоит над нашим бассейном в том отеле где мы обычно отдыхаем и вот этот вот запах потрясающие этих цветов бассейна счастье радости отдыха неги вот для меня это все ароматы на тему флер наркотик и поэтому я обожаю флер наркотик и у меня очень много ну по крайней мере есть несколько ароматов на эту тему миллилитров 300 то есть вот и последний аромат которым я хочу вам рассказать это будет тубероза империаль от бдк парфан я подружилась с этим ароматом и он мне очень очень нравится здесь тубероза и зеленая и хищная и сладкая и жвачная и какие-то оттенки банановости настолько разносторонний и какой-то холодок шалфея здесь есть я так испугалась его в начале когда он пришел мне показался очень сложным ароматом я даже рассказывала и напугала нескольких своих зрительниц у которых и стоит стоит закрытый это роман девчонки не бойтесь не бойтесь этого аромата нанесите его на себя возможно первый раз не понравится он покажется вам странным вам будет чудиться здесь слишком а пудровость такая вот пудровость и землистость корня ириса но потом потом там все подружится все эти вот молекулы встанут на свои места и это царственная императорская тубероза вы полюбите ее я вам серьезно говорю девчонки не бойтесь ее хочу сейчас нанести ее на себя тоже вы знаете а когда я болела в последние дни у меня был насморк я вот пользовалась каплями в нос и у меня было раздраженное слизистые и ароматы я ощущала искаженные практически наверное неделю я не пользую просто отодвинула от себя все это старалась не пользоваться потому что раз раз воспринимают что не неприятно то зачем как бы да а сейчас у меня все восстановилось в носу слава богам и я хочу хочу пользоваться всеми духами и мне хочется наносить на себе наносить и наносить и наносить все ароматы которые у меня есть но я пожалуй буду заканчивать это видео надеюсь что вы хорошо отмечаете празднуете будете продолжать еще праздновать я возвращаюсь надеюсь что я возвращаюсь к нормальным съемкам я так тяжело болела конец ноября и декабрь надеюсь вы меня простите надеюсь вы поддержите меня просмотрами и лайками мы с вами возвращаемся к обычному графику съемок у меня есть что вам рассказать я люблю все свои флакончики до скорых встреч девчоточки и ребятки пока